очень грустная история майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала мистери force это ролик который мы еще не посмотрели грустной анимации который тяжело смотреть но недавно вышло и что-то заниматься грустно зачем это смотрю сейчас не буду ничего долго объяснять я вас люблю анимация спасибо это тоже люблю вас мне очень простой да сперва она привлекла мое конечно внимание тем что она короткая сразу взглядом профессионала подумал что мне это как раз таки нужен для канала но посмотрев один раз понял что мне это как раз таки для канала не нужно то есть можно об этом рассказать до грустная история но не более однако пересмотрел это уже потом с братом и увидел в этом что-то большее но для начала как всегда нужно пересказать начинается все с довольно депрессивная сцена которая сразу заставляет нас думать о том про что же это анимация мужчина и женщина молчат в серых тонах они смотрят друг другу в глаза на фоне их тени находятся в ссоре так и можно подумать что это анимация в отношениях о ссоре возможно разводе но на деле нет чуть позже нам показывают как мать поднимается на второй этаж а там она достает стиранные вещи и находит возможно случайно заброшенную синюю футболочку говорю именно футболочку так как это явно вещь не на взрослого человека и вот тут уже более на все уже грустно становится ребенка это ужасно это просто самое худшее наверное в жизни это потерять своего ребенка это реально самое ужасное просто я не знаю что может быть ужасно понимаете это нормально когда там теперь это звучит ужасно когда родители умирают это нормально когда хоронится сказать своих родителей это нормально но как хоронить своих детей это страшно это если вы понимаете почему потому что с преемственность поколений смена поколений убить смерть своего ребенка это наверное очень страшно не знаю это для многих это смысл жизни становится в будущем особенно там дети помогать им и тут это сложно это объяснить это кошмарно футбольный мяч который закатывается вечно прикрытую комнату и задевает там проигрыватель включается музыка и и слышит женщина слышит ее муж и они вместе вспоминают самые теплые времена проводимые ими с их дочерью как они путешествовали как они играли во дворе футбол и девочка пробила стену его дома как она росла как она чувствовала первую свою влюбленность играла с друзьями как она впервые отправилась первого класса и как она никогда больше не вернулась домой что же произошло стрельба капец ну да последние слова которые они получили от нее были получены через сообщение в нем она написала что бы ни случилось я люблю вас и на этом можно сказать анимация окончается после того как родители вспоминают свою дочь и как кошмар на это не только хорошие так не показалось при первом просмотре но потом я задумался над тем о чем давно очень думал и так очень грустная история интересно почему именно пара распадается после потери ребенка когда-то давно я увидел статистику что процент распада брака после смерти ребенка угодно по моему 90 процентов точно не потому что винить начинают друг друга первое да и простите не оба грустный оба но это блин это конечно супер сложно психологически некоторые простите после смерти ребенка и другие более страшные вещи делать кроме того что просто расстаться с партнером поэтому это еще не самый худший исход ручаться за эту информацию но процент очень огромный и понятное дело что у всех своя история тут многое зависит от возраста ребенка того единственный он был в семье или нет сколько лет вместе уже пара и так далее и тому подобное но все же должен же быть какой-то общий стимул думал я то есть какой-то средний показатель того почему пара именно распадается наверное многим партнер попросту напоминает о большой потери в жизни в думал я и наверное это и есть истина распада но мультфильм своим визуалом показал мне почему именно так происходит как вы помните в начале анимации пара молчит однако над ними витает в общем их тени ссорятся и делают это постоянно не говоря друг другу ни слова каждый в голове возможно винить другого я долго да да вот это я то что говорю это конечно это очень сложная психологическая может никто из них никто из них не виноват знаете это несчастные случаи на то не и случае несчастные типа к сожалению мы ими не управляем уже нельзя никого винить в этом плане но конечно это больно и сложно интерпретировать это просто внутренний мир и героев вода вот такой вот я не слишком фантазер в общем тени это их внутренние переживания их мысли когда включается проигрыватель в комнате появляется третья тень тених дочери это значит что я не было в доме после смерти так как родители тщательно пытались не напоминать себе об этом то есть когда я говорю что я не был дома я не имею ввиду физически естественно что она умерла я имею ввиду что про нее даже не вспоминали то есть тем самым пара будто пыталась забыть дочь именно это и происходит со многими людьми как мне кажется когда они расстаются со своей второй половинкой после смерти их общего ребенка то есть решение пытаться забыть горе ровление о мыслях которые приводят к страданиям но мысли это что-то генерируемая вашим мозгом вы можете стереть конечно забыть такой невозможно сам беля его и не существовало но это будет самообман вы никуда не денетесь от реальности у вас по-прежнему был ребенок которого больше нет и анимация как мне кажется именно о принятии смерти только после того как родители не стали прятать в мыслях смерть своей дочери после того как они приняли ее уход они снова стали жить свободно и возможно даже снова смогут жить счастливо не меняя себя в том что они счастливы без нее ведь она всегда с ними пока они ее вспоминают такой вот как мне кажется не знаю согласно вы или нет пишите в комментариях ну а мы переходим к следующей анимации она не столь это кошмар нельзя такие русские ролики показывать вот честно я и люблю такое но люблю только смотреть один типа не очень люблю на видосах плаки свои пускать но я очень сентиментальный я на самом деле после понимания как ужасная ситуация мне грустно становится я очень мне эмпатия очень развита я прям переживаю всегда за всех иногда в ущерб себе это ужасно это вы хорошо но иногда плохо не знаю ну где-то не неплохо ну короче тяжело объяснить на грустное тут нет какого-то захватывающего сюжета говорю сразу просто потому что главный герой в ней максимально реалистичные макаки и до макаки живущие на севере такие действительно бывают я сам был удивлен они обитают в японии находятся на грани выживания как оказывается и даже вам сейчас инфу сначала почитаю во первых снежные макаки это их второе название помимо японских самые морозоустойчивые приматы из всех после человека естественно они способны выдержать температуру доходящую до минус 20 градусов и люди конечно в гейзерах британские ученые даже доказали что это не только их спасение но и и челзон как говорится то есть они там расслабляются и отходят от стресс но не всем это удается сделать видимо анимацию от первого лица одной из макак судя по всему матери так как в руках у нее малыш и мы видим неодобрение со стороны вожака стая также остальных макак они забираются к одному из гейзеров и там мать просто ждет свободного места так как иерархия животных иногда довольно жестокая не всем приматам достается место в стае у некоторых животных также нет понятия уступка детям шимпанзе к примеру и вовсе могут и чужого ребенка и если же говорить о снежных макаках они позволяют тебе быть с ними если ты с ними подружишься дружба же это формируется с помощью ухода но далеко не всегда успешно я не знаю чего это зависит возможно это блоху какую-то забыл достать в общем в итоге касса как и у людей знаете можно к человеку хорошо относиться в основном будете по-свински относиться а другие может при этом хорошо и в природе нет понятия кто сильнее то ты выжил какой бы сильный ты ни был если ты один ты вряд ли выживешь и вот в один момент мать перестает замечать перед собой своего ребенка она видит его где-то вдали льезучего к бассейну она старается его предостеречь но его хватает один из самцов и вышвыривает с огромной высоты поначалу я подумал что его убили но нет он жив однако ненадолго спустя время нам показывают сцену где замерзшие со своими детьми изгои остаются бездвижными и бездыханными и но я даже не знаю что сказать кроме того что иногда за природой грустно наблюдать но она такая я кстати нашел природа довольно жестокая да ребята кто говорит типа вот раньше была лучше так вот нет когда раньше не был лучше чем дальше на самом деле уже да может будешь что более жестокая становится но это все жестокость выливается хотя бы в сообщениях да получили документалку на нетфликсе где говорят да снова говорю о нетфликсе но они мне не платили могу на всякий случай сказать что нетфликс говно нет а не говно у меня их все куплены а нетфликс я советую но так вот в документалке не говорится их смерти от замерзания напрямую но говорят что им очень тяжело пережить холодные дни а ночью макаки уходят от гейзеров леса так как там проще прятаться от хищников и вот уже в лесах они сталкиваются как раз с этой самой проблемой дело в том что выжить там возможно только если скучковаться и обняться как бы греет друг друга поодиночке скорее всего примат примерзнет и умрет жутко конечно да еще раз вот такая вот жестокая природа но какая есть и уж в любом случае намного лучше когда мы ебланы вырываемся и готовим колбасу на промзаводах но на этом все пишите в комментариях какая заниматься вас больше задела именно первое для меня потому что еще и бонусом 3 1 в школе потому что все еще помню как в первом классе когда я поступил в 2004 году нас весь год готовили к техническим атакам чуть не каждую неделю рассказывали как выпрыгивать и законы тому подобное и все потому что в 2004 году произошел теракт в бесслане который находился в четырех часах езды от места где я рос так что конечно кошмарно рассказал я не знаю но рассмотрите еще не выключили вам интересно верно сейчас я и сам выключу до свидания вы но первый вот первый мульт первый мульт прям вообще меня до слез пронял это прям меня это очень страшно понимаете то есть я не испытываю прям какой-то колоссальной любви к детям всем знаете вот бывают люди кто хоть и чуть-чуть 10 детей хочу это я просто понимаю что чувствуют люди я понимаю как что люди все разные как они могут себя чувствовать я прямо что например я не фанат детей и вот нет желания завести детей как можно быстрее большом количестве и так далее я понимаю что есть люди которые ну прям ну очень цените некоторые люди вообще его не получается завести ребенка не очень хотят потому них получается иногда они его теряют это вообще кашу ну короче блин то настолько кошмарно это все терять своих близких страшно но терять своих младших близких которые поколение младше чем твое это наверное еще страшнее это прям кошмар какой-то ладно ребята ссылка на регион в описании приходите подписывайтесь жесть конечно просто жесть стремно грустно печально я пошел всем удачи всем пока пау пау Субтитры сделал DimaTorzok